Всем привет! Сегодня мы познакомимся со вторым принципом объектно-ориентированного программирования это Open Closet Principle. Суть его заключается в том, что объекты и функции должны быть открыты для расширения, но закрыты для изменения. Давайте рассмотрим небольшой пример, который покажет нам суть этого принципа. Допустим, мы захотели написать приложение под IOS, и нам нужно собрать команду. Для команды нам нужно два программиста, которые могут писать на Object C. Итак, давайте создадим протокол CanWriteCode. Он будет говорить, что программист может писать на каком-то языке. И создадим три класса. Первый класс это IOS Developer Code, те, кто могут писать на Swift. Следующий класс это IOS Developer, те, кто могут писать на Object C. И Web Developer, те, кто будут писать на Ruby. И теперь создадим команду для нашего проекта. Так, наша команда называется IOS, состоит из массива IOS Developer. Создали инициализатор, который будет на вход принимать массив из IOS Developer. И создали функцию, которая будет печатать навыки наших программистов. Так, давайте для примера создадим несколько программистов. Это у нас будет IOS Developer. Их у нас будут два штуки. И создадим нашу команду. IOS Developer. Так, она будет содержать массив программистов. Это у нас IOS 1 и IOS 2. И теперь давайте распечатаем навыки нашей команды. Мы видим, что наша команда владеет двумя навыками Object C. Так, теперь появился новый язык Swift. И мы хотим взять в нашу команду еще одного человека, который будет писать на языке Swift. Так, для этого давайте создадим в нашей классе Team еще одну переменную. Это будет IOS Cool. И добавим сюда массив людей, которые будут писать на Swift. Для этого инициализаторы тоже добавим их. Так. И здесь. Так. На Москву. Так. После этого мы также должны вывод функции в программе добавить наших программистов. Для этого добавим еще сюда. IOS Cool. Так. И давайте создадим еще одного программиста. Let IOS Cool 1. Классы Developer Cool. Так. И добавим его в нашу команду. IOS Cool. И добавим IOS Developer Cool. Так. И теперь мы добавим его. И теперь мы добавим его. Так. IOS Developer Cool. IOS Developer Cool. Так. После этого наша команда владеет ременавыками. в Swift в том числе. Но, как вы поняли, с приходом новых специалистов в нашу команду мы должны расширять наш класс Team. Второй принцип говорит о том, что наши классы должны быть открыты для расширения и закрыты для изменения. В данном случае мы изменяем наш класс, что нарушает данный принцип. Давайте попробуем написать другой класс, который не нарушал бы этих принципов. Давайте также создадим класс. Назвем его Cool Team. Cool Team. И давайте изменим название OLED на Team. И так как все люди в нашей команде могут писать на каком-то языке программирования, давайте мы создадим массив из людей, которые могут поддерживать данный протокол. Так. Дальше изменяем. И здесь тоже надо изменить. Так. Теперь давайте после этого создадим нашу новую команду. Cool Team. Так. И добавим в нашу команду одного public-c программиста, одного file school программиста. И также у нас появилась потребность еще веб-разработчики. Создадим еще веб-девелопера. Так. И теперь давайте напечатаем список навыков нашей команды. Так. И сейчас мы увидели, что наша команда обладает рема разными навиками. И если в дальнейшем мы захотим добавлять новых разработчиков, нам не нужно будет изменять наш класс Cool Team. То есть наш класс остается закрытым для изменения, но открытым для расширения. Надеюсь, что этот пример смог показать суть принципа Open Closed Principle. Спасибо за внимание и до новых встреч. Ну и до новых встреч. Продолжение следует...